Глава двадцать шестая Был голод в земле, Сверх прежнего голода, Который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, Царю Филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, Не ходи в Египет, Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, И я буду с тобою. И благословлю тебя, Ибо тебе и потомству твоему Дам все земли сии, И исполню клятву, Которую я клялся Аврааму, Отцу твоему. Умножу потомство твое, Как звезды небесные, И дам потомству твоему Все земли сии, Благословятся в семени твоем Все народы земные. За то, что Авраам Послушался глаза моего И соблюдал, Что мною заповедано было соблюдать, Повеления мои, Уставы мои И законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того Спросили о жене его, И он сказал, Это сестра моя, Потому что боялся сказать, Жена моя, Чтобы не убили меня, Думал он, Житель места сего За Ревекку, Потому что она Прекрасна видом. Но когда уже много времени Он там прожил, Авимелех, Царь Филистимский, Посмотрев в окно, Увидел, Что Исаак Играет с Ревеккою Женою своею. И призвал Авимелех Исаака И сказал, Вот это жена твоя, Как же ты сказал, Она сестра моя. Исаак сказал ему, Потому что я думал, Не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал, Что это ты сделал с нами? Едва один из народа Не совокупился С женою твоею, И ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех Повеление всему народу, Сказав, Кто прикоснется К всему человеку И к жене его, Тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той, И получил в тот год Ячменя в осток рад. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей. И возвеличивался больше и больше До того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого И стада крупного скота, И множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его При жизни отца его Абраама, Филистимляне завалили И засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку, Удались от нас, Ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда И расположился шатрами В долине Герарской И поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, Которые выкопаны были во дни Абраама, Отца его, И которые завалили Филистимляне по смерти Абраама. И назвал их теми же именами, Которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, И нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские С пастухами Исаака, Говоря, наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, Что значит обида, Потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь, Спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна, Что значит вражда. И он двинулся отсюда И выкопал иной колодезь, О котором уже не спорили. И нарек ему имя Рекевов, Что значит пространство. Ибо, сказал он, Теперь Господь дал нам Пространное место, И мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь И сказал, Я, Бог Авраама, Отца твоего, Не бойся, Ибо я с тобою. И благословлю тебя, И умножу потомство твое Ради Авраама, Раба моего. И он устроил там Жертвенник, И призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, И выкопали там рабы Исааковы Колодець. Пришел к нему из Герара Авимелех, И Ахузав, друг его, И Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, Для чего вы пришли ко мне, Когда вы возненавидели меня И выслали меня от себя? Они сказали, Мы ясно увидели, Что Господь с тобою, И потому мы сказали, Поставим между нами И тобою клятву, И заключим с тобою союз, Чтобы ты не делал нам зла, Как и мы не коснулись до тебя, А делали тебе одно доброе, И отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, И они ели и пили. И, встав рано утром, Поклялись друг другу. И отпустил их Исаак, И они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы И известили его о колодезе, Который копали они, И сказали ему, Мы нашли воду. И он назвал его Шива, Что значит клятва. По сему имя городу тому Бей-эр-шива до сего дня. И был Исаав сорока лет, И взял себе в жены Иегудифу, Дочь Безра Хатейнина, И Васемафу, Дочь Елона Хатейнина. И они были в тягость Исааку и Ревекке.